Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В понедельник на этой неделе мы с вами встречали второй в церковном году большой праздник Воздвижения Креста Господня. И мы с вами молились и говорили о том, что как путь Христа заканчивается крестом, как крест есть наш главный знак, потому что на нем через страдания Господь побеждает смерть, то так и в жизни каждого христианина тоже есть призвание нести свои трудности, нести свой крест с терпением и вероем. И этим нам даруется победа над злом окружающего мира и злом, который в нас самих. И вот сегодня мы с вами вспоминаем замечательных святых, которых их мать, верующая христианка, жительница Рима, вдова, назвала именами главных христианских добродетелей, которые, конечно, она, вероятно, знала из послания апостола Павла Коринфянам. Это уже было начало II века, когда эти послания в рукописях распространялись достаточно широко по христианским общинам. Но так или иначе, мы эти слова тоже прекрасно знаем, что главные христианские добродетели – вера, надежда и любовь. И вот ее дочери, которым было совсем немного лет, 12, 10 и там 9 лет, были подвергнуты страшным мучениям. Но Господь по своей милости сделал так, что они от этого даже не страдали, смело шли на эти мучения, своей верой это побеждали и были казнены. А мать умрала вскоре на могиле своих любимых дочерей. Вот такой удивительный пример, который нам даже сейчас трудно себе представить. Но так или иначе, мы ведь знаем, что на протяжении многих лет были тяжелые гонения в Рейской империи. И прекрасно знаем, как и в нашей истории в 20 веке, в советское время, были тоже страшные гонения на верующих людей. И когда мы вспоминаем каждый день, практически вспоминаем мучеников, и смотрим на года 18-й год, 30-й, 32-й, особенно 37-й, 38-й, вплоть до 43-го года. Так что это путь христианской веры. И это не прошлое, потому что сейчас в таких странах, как Сирия, Иран, Афганистан, где есть христианские общины, люди тоже страдают, в общем-то, так же жестоко, как страдали христиане в то время. Но так или иначе, сегодня, в сегодняшний день для нас, живущих день, здесь есть горячее напоминание о этих христианских добродетелях. Вера, надежда и любовь. И к ним, конечно, София. То есть ко всему этому прилагается мудрость, как мы говорим о смирении. А вот в Библии мы чаще встречаем слово именно смиренно-мудрие, соединение именно с мудростью. Это тоже для нас важно. И удивительным образом сегодняшние рядовые чтения, которые не специально назначены именно на память этих мучениц, они говорят именно, в общем, об этом. Вот послание Галатам, апостол Павел напоминает Галатам о том, что, приняв христианство, они перешли в новые, очень близкие отношения с Богом. Что если до этого было только исполнение закона, внешне все, Бог был где-то очень далеко, к ним поступиться было нельзя, то с воплощением Сына Божия, с Его смертью и воскресением, мы все стали близки к Богу, гораздо ближе. И уже ходим не просто исполнением внешних обрядов. Конечно, обряды есть, традиции, все это надо. Но это не наполнено верой, то оно превращается просто в какие-то религиозные действия. Итак, мы уже совсем в новых отношениях с Богом. И поэтому апостол Павел пишет в своем послании, «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере». То есть прямо говорится о новом этапе духовной жизни людей. «Итак закон был для нас, детоводителям, ко Христу, дабы нам оправдаться верою». То есть это приготовление, как дети, когда маленькие, им не объясняют, что чего. Это нельзя, это можно, и все. Вот так же было и до прихода Христа. Перешли все же веры, мы уже не под руководством детоводителя, то есть не под руководством закона. Мы это оставили. Ибо все вы, Сыны Божьи, поверили во Христа Иисуса. Через прошло усыновление. Там и Господь сам говорит ученикам, «Не называйся рабами, ибо раб не знает воли Господина Своего, называй вас друзьями». И мы становимся через Него детьми Божьими. «Ибо все вы, Сыны Божьи, поверили во Христа Иисусе. Все вы во Христа крестились, крестившись, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Ну, разумеется, речь не идет о таких смешения гендерных признаков и так далее. Речь идет о том, что самое главное для человека, что все во Христе становятся членами Церкви, членами нового народа Божия. И приходит вот это единство людей, которое не уничтожает индивидуальности. Это единственное единение вокруг Христа, которое оставляет индивидуальность каждого человека. Его личный путь, его личные переживания близости, личные переживания молитвы. Хотя мы читаем одни и те же слова, слышим, поем в Церкви, но, конечно, мы по-разному их воспринимаем. Разный, так сказать, возраст христианский наш, разное, так сказать, прошлое, настоящее, разный уровень образования, но все это соединяется во Христе, без утраты этой индивидуальности. Это то, что называется соборностью. И это очень важно, вот, быть в Церкви, потому что именно здесь мы узнаем, обогащаясь не просто, что вот я чувствую, а знаю других, общаясь в Евангелии группах, общаясь в семинарах, на семинарах и так далее. Мы именно обогащаем друг друга через тем, что разделяем наше восприятие веры, разделяем с нашими братьями и сестрами. И евангельское чтение также говорит об удивительном проявлении любви Божьей и чуда Божия. Это рассказ об умножении хлебов, там, где люди пришли в большом количестве за Христом, и уже вечерело, нечего было есть, и Иисус, ученики спрашивают, вот, ты можешь пойти в селение купить хлеба динариев на 200, то есть, огромная сумма, Он говорит, нет, вы дадите им есть. Вот это очень важные слова, потому что не случайно, Он говорит, вы, не я дам, а вы дадите им есть, но с Божьей помощью. Иисус благословляет эти пять хлебов и две рыбки, и они начинают раздавать, и происходит вот это потрясающее чудо умножения хлебов, так что потом набирает там несколько корзин, остатков от этого умноженного хлеба. То есть, Господь, во-первых, совершает это по своей великой любви к людям, понимая их обычные мирские, наши житейские нужды, наша естественная необходимость есть, питаться и так далее, но соединяет это с тем, что это даёт поручение ученикам, а вы дадите им есть. То есть, в последующие дни и годы это возлагается именно на учеников, чтобы они заботились, они проявляли эту важную заботу. И, конечно, то, что в мире до сих пор существует множество тысяч людей, страдающих от голода, конечно, это всё ещё несовершенство нашего христианского мира, когда одни утопают в роскоши и богатстве, а другим буквально нечего есть. Поэтому так важно в том мире, какой мы можем помогать людям, вот в их жизни, по примеру того, что нам показывает Иисус в этой сцене насыщения хлебами. Причём интересно, что этот эпизод рассказывается во всех четырёх Евангелиях, тем самым подчёркивается, во-первых, реальность этого события, а во-вторых, его важность. И, конечно, для нас важно всегда помнить об этих христианских добродетях, о которых Павел Борисович, что всё остальное отойдёт, а вот эти три пребывают всегда – вера, надежда и любовь. Аминь.